так всем привет мы находимся сейчас в новом хендай санта фе 2013 года абсолютно новая да то есть но с электро электро лёгкую лёг в общем сел я значит и упал это максимальная дизельная сколько здесь лошадей 197 почти 200 лошадей и плюс у нас еще цена какая миллион восемьсот сорок миллион восемьсот сорока старт от миллиона 299 или он 290 полный привод механика бензин так что начнем д у нас начинаем но ощущение конечно премиумы здесь присутствует очень красивый интерьер передние панели мне просто очень нравится низ уже как-то не по хендайке даже не знаю как назвать красиво здесь кроме пластика абсолютно везде то есть передние боковые панели отделаны да и он зажат мы сейчас проехали здесь зажата подвеска чувствуется я думаю будет очень адекватную управляемость мы сейчас на зимней резине забыл посмотреть нет пока еще на летний у нас муфта правильно у нас подключается за док при пробоксовке ну и принудительно блокируется тоже так дизель у нас почти 200 лошадей до коробку переиграли то что он мощная сорок хорошо хорошо едет полпедали нормально коробка шестиступенчатая да да слушай хорошо едет ну двигатель принципе не слышно да не слышно что дизель когда ты выезжал снаружи рокот был небольшой но он наверно не прогретый немножко был вот очень интересно так и у нас уже во всю печь подует интересно интересно я прям немножко конечно в этом во первых очень современная передняя панель очень многое но я не могу сейчас разобрать нужно к ней привыкать вот но я удивлен я удивлен вот по крайней мере если сравнивать карте вы автомобиль на мой взгляд на голову выше по вообще по по салонам очень красиво прям я не знаю вот юндай сделать очень красивую салон не всегда качественные но это неплохо это неплохое качество но красиво это факт очень интересно подвеска не мягко конечно я назвать зажата на меру управляемости но подхват какое прям чувствуется да хорошо подхватывает и автомат как будто он не такой же как у меня на и 40 у примерно практически это то есть потому что автомат переначали да он плавно очень работали здесь нет такой быстроты как на и 40 он плавно работает я сел как будто реально три года ездил сразу все понятно абсолютно передняя панель листная мелькает в глазах что значит нас буква а и индикаторы уходит в заднюю часть авто имеется что это вот здесь буква вот а это поиска а сучей праве а поняли да со светофорами так на них но без этого как ты пресегнут да тут система парковки какой-то есть система автоматической парковки параллельной то есть европарковка выполняет такой же электронный ручник на начале тормоза пробствующая система отключили карта навитиловская адекватно как на приорах они там постоянно глючили так мы сейчас попробуем ускориться с выключенной системой антизаноса и здесь у нас скорее всего у нас там шевроле крус немножко преградил преградил но урок это не слышно здесь для машины хорошая шумоизоляция слушай они сделали прям премиальный автомобиль я не знаю и в минималке интересный такой салон будет в минималке точно такой же салон будет в оформлении прошу и быстро переключает 120 скорость хорошо хорошим отход хорош он очень легковой конечно немножко жестковат стал обратная связь на руле чувствуется вот я прям чувствую руль очень чувствительный мне почему-то fx он напоминает по палаткам кажется что у него такая широкая вообще он стал длиннее ниже и шире правильно машина чем предыдущий и вот он больше подкор заточен смысл тоже на паркетнике нет он он мне очень напоминает fx вот ну не по ускорению конечно вот работа автомата здесь тоже достойно хорошая очень мне понравился ручной режим до 3 передача первая так вперед плюс это вперед минус 1 1 то есть перед толкаем я понял включение передача 2000 оборотов две с половиной когда у нас интересный подхватки с трех до четырех подхват хороший очень трех вот идет идет ускорение не чувствуется переключение я просто поражен он вообще я не чувствую переключение варк варк работает я могу со всей вот сказать уверенностью что коробка на и 40 здесь работает лучше чем дсг в сто процентов лучше не просто на доле там какие-то доли секунды может быть медленней но настолько здесь нет рывков вот сейчас первая передача вторая третья идеаль четвертый уже идеально нет я хендарь конечно вот подхват пошел с трех ускорение прям чувствую неплохо неплохо очень хорошо а один и восемь дорого конечно для этого автомобиля но рассматривать покупку в миллион двести видите там бензин у нас какой там будет миллион двести девяносто девять бензин будет на механике полный привод нет сам просто само шоссе мне нравится очень она более жестко как конечно дизель проверит на нашей солярке еще непонятно ну принцип на нашей солярке ездит ну то что он ездит 226 км это пока еще не факт что он будет пока непонятно но дизели остались от предыдущей версии то есть ничего менять не стали то есть двигатели такие же что бензин что 10 двигатели такие же так так же те кто владел в принципе нет очень хорошо хорошо и хорошо правильно они сделали что они стали зацикливаться на на какой-то мягком комфорте потому что именно все равно бы не добились они идеальной плавности а здесь они зажали подвеску да и управляемость есть у нас и мы можем по ровной дороге а подожди 200 силы бензин получается самый мощный в гамме бензин будет 174 я понял мощнее получается бензина чем этот дизель и будет да? вот это жалко вот сюда будет какой-нибудь трехлитровый подожди а трехлитровый 3 будет на Америку но я думаю со следующего года появится 3 у нас может быть вот сюда прямо рекомендованы мощные двигатели я не знаю конечно может быть он и хорошо поедет на механической коробке передач 170 лошадей там да получается? получается если бензин и наш рассматривает 2.4 мотор то 174 если 3.3 который сейчас на Америку вставляется там 230 174 это получается рядная четверка будет да? как на оптиме стоит на асанате не ну очень хорошо работает плавность просто идеальная не передает к сожалению камера вот этих вот свечения неоновая полоска да она вот здесь по контуру идет ну в общем Мерседес вот так Мерседес похож чем то абсолютно новый дизайн естественно машина у нас стала на больших колесах у нас стоят 19 колеса это в базе они стоят или в максималке в базе 17 лет уже что то на ЦРВ чем то смахивает но он такой стал более грузный такой разожрался немножко предыдущий он был повыше и больше визуально напоминал внедорожник но дизайн конечно две трубы идут да дизайн дизайна очень ультра современный я бы даже так сказал вот эта хромированная решетка нет смотрится очень красиво но мне очень Мерседес напоминает очень вот эти вещи светятся очень красиво мне кажется цвет немножко не подходит свет можно сюда поставить мне кажется черный он бы смотрелся шикарно и в салоне черный но неплохо неплохо смотрится красиво таки у нас тяжелые двери солидно закрывается очень уже не намекана какую-то дешевизну обойди внимание на дверь то есть она увеличивается высотой выше вниз ну понятно понятно чтоб легче посадка была да? посадка и не пачкалась соответственно понятно так ну попало но это это очень красиво это очень круто мне кажется один из лидеров по салону потому что у Коптива хуже то есть у нас Коптива у нас потом хуже у Хайландера салон это 100% но с ЦРВ ЦРВ еще пока не видел так 4 стеклоподъемника у нас блокировка дверей блокировка поднятия окон у нас зеркала складывающиеся сами по себе так это регулировка естественно подогрев здесь у нас подсветка панели память на двух водителей а она имеется ввиду электрорегулировка так вот это вот система спуска с горы отлучение системы стабилизации актив эко это что такое типа экономичный режим экономичный режим для дизеля так у нас блокировка переключение на 220 тут кнопки нет на холостых все-таки мы сидим немножко вибрация есть вот сейчас вот мы сидим чуть-чуть то есть по вибрации чувствуется на ходу ее нет то есть в принципе если бы вот я сейчас сел я понял что я в дизель не по звуку а немножко есть вибрация так красивая очень передняя панель да хорошая шум изоляция так здесь у нас режим значит автомата температура пробег до заправки расход 15,3 но это очень активный режим был систему стабилизации его надо нам включить вот спидометр здесь у нас уровень топливного бака в километрах естественно так значит у нас машина заводится без ключа у нас глонасс что-то он сейчас как-то повернул со стороны глонасс навител что-то я путаю себя так значит у нас в центре большой дисплей в минималке в минималке он будет естественно двухдиновый какой-нибудь да? двухдиновый магнитолог, да с комплектацией динамик там доступна будет 4,3 дюйма камера так камера заднего вида хода есть здесь? здесь есть то есть здесь мы а нет она не поворачивается да? нет здесь не поворачивается так опять в парк не переведем так здесь у нас значит управление так магнитола значит все понятно здесь у нас климат двухзонные да температура отдельно обогрев лобового стекла да? кондиционер резвулькуляция подогрев сидений здесь в режимах в трех режимах так это удержание это у нас система автоматической парковки это отключение пактроника да чтобы не упираться так ну автомат конечно очередной раз порадовал хороший автомат это у нас ручной режим так подстаканники только бардачок 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 у нас тоже большой с подсветкой естественно здесь у нас ну вообще все выполнено из пластика не супер крутого но мягкого да? то есть здесь у нас такая много здесь пластика у нас тхани даже нету здесь кожа вот вставки под карбон может и даже карбон вот но дешеве намека на дешевый пластик я вот здесь пока не могу найти что он дешевый ну вот здесь снизу вот эта вот часть так давай попробуем открыть крышу панораму панорама у нас огромная да? все так давайте попробуем сесть назад что ты будешь делать все же сейчас да? да сзади дверь у нас тоже посмотрите действительно большая очень дверь да? так а сиденье ходит да смотри хорошая функция так сажусь сам за собой рост метр девяносто теперь будет семиместное исполнение а сзади да будет шторки у нас появились везде задний полукруг он уже тонированный изначально это пленкой тонированный да? ну заводская заводская ну из места конечно создается ощущение такого люксового автомобиля сзади тут панорама удобные сидения тоже за мной скорее всего здесь у нас значит электростеклоподъемник тоже подогрев сидений здесь отдельно идут ну много всего да нафаршированная машина на самом деле приятная очень и розетка какой-то у нас подлокотник с конструкцией тут два подстаканника так а подожди не очень вот это да удобный подлокотник подстаканник да машина такая конечно премиум премиум мне понравится Santa Fe видите везде здесь такие вставочки еще бы багажник открывался автоматически с брелка то был вообще супер а тут полный рост можно стоять над ним да? от дождя укрыться например полку у нас тройная такая да? сейчас вообще мода стала на многосекционные полки в багажниках то есть тут можно много чего положить помоги одной рукой она там загнулась ага а где у нас запаска лежит? снизу? она полноразмена она снизу с помощью микролифта она опускается да да напаска сзади так сиденья сиденья как у нас опускаются вот здесь сбоку сбоку ага да оп и складываются полка естественно убирается и получается ровный полк чуть там опустить круто давай откроем багажник ой капот капот да это что за звук? открытый капот уже ага так у нас 16 клапаник дизельный у нас в принципе здесь все понятно не громкий дизель на самом деле да вот капот закрыть если вообще не слышно вообще не слышно вот так вот понятно что автомобиль у нас так и так выводы значит существенно автомобиль отличается от предыдущего сделали больше штабка на управляемость естественно увеличили колеса это уже ну внешне он никогда не был конечно внедорожником но он уже прям такой городской у нас среднеразмерный кроссовер очень стильный понравился салон скорость автомат прям мне кажется все на высшем уровне очень серьезный игрок на в этом в этом классе прям хендай научились делать очень хороший автомобиль прям в премиум классе я прям ну и киа конечно тоже но вот новый санта фэ выйдем посмотрим сравним а так всем спасибо за внимание а подожди а это у нас получается встроенный встроенный повторитель да включи встроенный повторитель на скорой да все всем спасибо за внимание до встречи до встречи